Ровно в полночь 22 июня на площади революции собрались волонтёры Победы, руководящие состав администрации города, студенты и работающая молодёжь. В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» огоньки сложились в надпись. «Слова мы помним и количество наших волокжан, которые не вернулись с полей сражения, или которые пропали без вести. Это 9329. Мы помним, в этот день мы скорбим, и наша задача, чтобы молодое подрастающее поколение никогда не забывало те трагические дни». С церемонии зажения свечей в Вологде стартовала 12-часовая акция «Вахта памяти». Каждые 10 минут под звук метронома у вечного огня менялся караул из двух человек. Первыми заступили на смену начальники департаментов и управления администрации города. С утра на «Вахту памяти» заступили молодые люди – юнормейцы, вожатые города детства, участники команды мэра. Ребята знают о том, что значит 22 июня в истории страны не только из учебников, но и по рассказам родственников. «У меня воевало два прадеда. И один брат прадеда погиб в первые месяцы войны, без вести пропал. Один прадед прошел войну, второй в 43-м погиб». «Это, конечно, был страшный день для всех жителей нашей страны, на тот момент еще Советского Союза. И я даже представить на самом деле не могу, какие эмоции они переживали. Но это было страшно. Расстаю эти 10 минут. Для меня, хоть это будет маленький отрезок времени, но это будет знак того, что я помню те великие подвиги, которые совершили мои родные люди, которых я, к сожалению, не увидела из-за такой ужасной истории, которая сложилась в нашей стране и не только. Всего к памятному мероприятию присоединились около 150 человек. Это областные и городские депутаты, представители силовых структур, члены городского общественного совета, областного молодежного парламента. Специальной подготовки никто не проходил. 10 минут караула дались непросто. Но все пришли сюда, чтобы отдать дань предкам. «В этом году было решено сделать 12 часов в акту памяти. И 12 часов – это лишь малая часть того времени, того внимания, которое мы можем уделить всем героям, павшим на полях Великой Отечественной войны. Это один из немногих дней, который сплочает в целом вообще не только наш город, а всю страну. Мы будем и дальше организовать подобные мероприятия». Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских граждан. В память о них 22 июня президент страны Владимир Путин инициировал всероссийскую акцию «Минута молчания». Губернатор Олег Кувшинников и председатель законодательного собрания Андрей Луценко присоединились к ней у Вечного огня. Первые лица региона также заступили на вахту памяти. Мэр Вологды Сергей Воропанов возложил цветы к мемориалу на Введенском кладбище. Федеральная акция состоялась ровно в 12.15. «Это время было выбрано не случайно. Вахта памяти продолжалась в нашем городе с полуночи до 12.15. Ровно 79 лет назад Вячеслав Молотов в прямом эфире озвучил тот факт, что Германия вероломно напала на Советский Союз. То есть он обозначил, что началась Великая Отечественная война». Помнить события тех лет и подвиг нашего народа – это священный долг каждого жителя страны. Вологжане отмечают, что согласны с одной из предложенных поправок в Конституцию страны. Она говорит о том, что не допускается умоление значения подвига народа при защите Отечества. Мария Кудрякова, Евгения Понасюк, Игорь Алюшин, Михаил Протасов, Волог ДРФ.